Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В нашей передаче мы разговариваем самыми простыми словами о нашей православной вере. Мы находимся в преддверии праздника первоверховных апостолов Петра и Павла, заканчивается Петров пост. И вот сегодня в нашей передаче я предлагаю поговорить о подвиге апостольском, о подвиге миссионерском с нашим экспертом, настоятелем храма трех святителей, протеереем Алексеем Голубовым. Здравствуйте! Всегда, в первую очередь, когда подходим к этому празднику, возникает вопрос, почему из двенадцати, во-первых, избран только Петр, почему в число первоверховных включен в том числе апостол, который был ярым гонителем христиан Павел? Вот я думаю, что для затравки, может быть, нам с вами с этого вопроса бы как раз следовало начать. Ну, причина, в общем-то, на самом деле проста. Она была явлена нам спасителем, когда он в чистый четверг, как мы сейчас называем этот день, в день тайной вечери, сказал, если кто-то из вас хочет быть господином, то пусть будет каждому слугой. Поэтому первоверховными апостолами мы называем Петра и Павла, потому что они больше всех послужили Господу. Ну, считается, что они больше всех послужили. В каком смысле? Петр, один из первых учеников Христа, его ревность и глубокое раскаяние после отречения нам всем хорошо известно. Павел, апостол из тех людей, которые не знали лично Христа, но горячая любовь к Богу после путешествия в Дамаск, встречи с апостолом Анонимом, сделал его зревностным христианином. И до нас дошли громадное количество его посланий, 14 посланий, где он проповедовал о Христе. И он совершил много миссионерских путешествий, проповедовал. Поэтому церковь посчитала необходимым почти двух апостолов. И тех, кто с самых первых дней был со Христом, и тот, кто был призван после. И, конечно же, которые больше всего потрудились на деле проповеди Христа. Но означает ли это, что, например, подвиг проповеди других апостолов несколько умален? Ну, ни в коей мере, конечно, это не может быть умален, подвиг других апостолов. Апостолов просто на следующий день мы после Петра и Павла Параза на собор 12 апостолов. И праздник и 70 апостолов есть. Просто церковь всегда старается в праздниках показать нам две, не обязательно две, но возможности, какие есть возможности. И Петр, который самый опытный, пожилой был апостолом, когда его Христос уже призвал, он был взрослым мужчиной. И Павел, который не знал Христа, это две стези, по которым Христин может идти. И который знал Христа, он стал проповедником и мученически скончался за Христа. И тот, кто не знал Христа, но уверовал в него, тоже стал первых он апостолом. То есть церковь нам границы миссии показывает среди этих апостолов, этим подчеркивает. А роль других апостолов, естественно, этим самым не принижается, потому что эти апостолы так же служили, так же проповедовали, так же многие народы обратили ко Христу. Особенно ярко просто подчеркнуть, как две звезды. То есть можно ли мы сказать, что здесь вообще речь, может быть, даже не о личностях идет, вот о Петре и Павле, сколько о... Ну, то есть эти имена являются такими какими-то живыми символами проповедь среди языков. Маяки, на которые, в общем-то, христиане должны ориентироваться. Мы просто привыкли, что Петропавловский пост и праздник Петра и Павла, он, ну, в богослужетном, допустим, плане, память других апостолов точно так же почитается, на самом деле. Или память, допустим, Иоанна Богослова, она вообще великим праздником в церкви считается. Ну, вот про Иоанну Богослову, кстати, тоже, да, интересно, почему любимый ученик, ученик единственно оставшийся при кресте на Голгофе, ученик, который возлежал на груди Христа во время Тайной Вечери, вроде бы, как бы, он должен быть вознесен, вот, и поставлен среди, по крайней мере, 12 апостолов первым, но вот этого почему-то не делает церковь. Ну, тут, я думаю, первая часть моего ответа, собственно говоря, почему, что, прежде всего, Господь подчеркивает, что жертвенное служение апостолское, да, почему, потому что, если бы апостол Иоанн был поставлен в первоверховном, да, то все бы говорили, ну, вот, любимчика выбрал, да, Христос поставили, ну, вроде не очень хорошо. С другой стороны, мы помним, какое искушение посетило Иоанн Богослову, да, когда они со своим братом Яковом пришли и попросили справа и слева от Христа сказать. Господь четко показал всем, и апостолам, и последующим ученикам, что хотите быть первыми, будьте всем слугами и испейте ту чашу, которую я пью. Вот, кстати, батюшка, мне кажется, здесь есть интересный такой косвенный ответ на мой же самый вопрос, то есть, вообще, если читать Библию всю, и Ветхий, и Новый Завет, мы видим, я это уже неоднократно как-то вот и в передачах наших отмечал, что постоянный переход, вот тот переход, которым говорит Христос в Евангелии, что последние станут первыми, и первые станут последними. То есть, у нас Адам сотворен последним, и он становится первым среди творений. Каин рожден первым, стал последним, его превзошел Авель. И в Ветхом Завете немало таких примеров. В Новом Завете Христос в Евангелии об этом говорит достаточно часто. И здесь вот действительно, тот, кто был первым, ну, среди равных по степени приближенности к Христу, даже не он становится последним, а тот последний, который предал, который отрекся, или тот, который гнал, убивал христиан и так далее. Ну, вообще, в принципе, да, мы можем говорить об одном из догматов христианства, Бог унамут уникум, да, Бог единый и универсальный, единственный для всех. То есть, собственно говоря, празднование апостолов – это не желание их возвеличить и создать для них какой-то культ. Это, прежде всего, свидетельство о том, как христиане должны жить. Поэтому в праздновании и номиновании первоверховного апостола – это небесная слава, я думаю, апостолу Павлу и апостолу Петру не прибавляет. Как и не называние Иоанна Богослова первоверховного апостола, не моляет его подвигов и заботы, допустим, которые он оказал Христу во время крестных страданий и его смелости, которую он проявил. Это наш человеческий взгляд, да, наши современные взгляды, да, там, на славу, на тщеславие, на какой-то престиж или еще что-то, да, на положение в обществе. А церковь, вслед за Христом, учит об универсальности учения Христа для всеобщности этого учения. И поэтому, подчеркиваю, каких-то определенных моментов в праздновании каких-то святых, оно направляет человека, человеческую душу в нужную сторону. Здесь нет вот именно вот мы похвалили, превознесли и все. У нас нет другого последника между небом и землей, кроме человека Иисуса Христа, да. В конечном итоге любой апостольский труд – это труд ради Христа и ведущего Христу. Поэтому я не вижу никаких вот противоречий в том, что апостол Иоанн Богослов не был призван. Ну, просто такой недоуменный вопрос может возникнуть у новоначального. Ну, да, да, да. То есть, слово перворуховное – это не значит, да, там, как в римской церкви, что он князем апостолом стал и руководил, апостол Петр, я имею в виду, руководил апостолом. Нет, это на его усердие, на его труды, на его горящее покаяние, да. Мы знаем, что после отречения от Христа он трижды к Господу призывал, и он потом своей жизнью, проповедью показал… И, в конце концов, кончины своей. И кончины, да, смерти своей он доказал верность и любовь ко Христу. Ну, как, собственно говоря, апостол Павел. Да. Во Франции есть замечательная поговорка. Франция идет туда, куда ее ведут 300 французов, вот, 300 патриотов. В этом смысле она, эта поговорка очень похожа, ну, вернее, согласована с тем праздником, к которому мы сейчас готовимся. Христианство пойдет туда, куда ее поведут 12 апостолов. И мне кажется, крайне важно отметить, в чем же, в общем-то, в принципе, в историческом контексте заключается подвиг именно вот всех апостолов, не только Петра и Павла. В чем он состоит, и вообще, в принципе, что нового вдруг христиане, апостолы начали говорить в той языческой среде, куда они пошли? Ну, этот вопрос достаточно обширен, на самом деле, что сделали апостолы. Ну, прежде всего, люди узнали о Христе. Это была совершенно духовная революция, совершенно непонятная языческому миру, и многие не могли воспринимать этого. Потому что учение апостолов было настолько разительно другим от того, что люди слышали о Боге, о божествах, и настолько их это шокировало, что некоторые с радостью это принимали, а некоторыми называли их баснотворцами. Да, там, как апостол Павел в Гореопаде получил, да, отповедь, да, от язычников. Самое главное, конечно, то, что люди услышали о Христе. Они узнали о том, что мир сотворен и получили новый смысл существования. Это действительно так. И то, что было языческим ощущение человечества как некого рока, некой зависимости от внешних сил, и близость Бога как спасителя, как того, кто очеловечился и воспринял человеческую природу, чтобы спасти человека. Это было самой, наверное, главной новинкой в жизни того общества, языческого по большинству. А вот тут вот я, можно дополнительный вопрос. Почему тогда апостол Павел говорит, что крест Христов для еленов безумие, то есть для всей греческой философии? Ну, для еленов он был безумен по одной простой причине, да, в христианской апологии это много, об этом рассуждали. Прежде всего о том, что греческая философия, связанная с богословием тогда, тесно, это были неразделимые вещи в те времена. Они говорили о том, что тело является для человека неким сдерживающим моментом. Так называли, что тело – это гробница души. Вот, и поэтому вычеловечение Бога для них казалось крайним безумием, потому что как высшее какое-то существо стало плотским, ну, как бы, извалялось в грязи, скажем так, да. Это было очень странно для еленов, они не могли этого понимать. Они, наоборот, пытались языков плоти, да, там, циники, там, освободиться, стойки. А тут, как бы, говорят о том, что Бог освещает природу человеческую, в том числе плоть, и воспринимает, поэтому для них это было… Да еще и распинается. Да еще и распинается, вкушает. Становится настолько уязвимым. И смешным, да, и позорной смертью, смертью раба, самой тяжелой, и мучительной, и низкой смертью, да, которую можно было воспринимать в тот момент. Как бы, конечно, это было странно. Они же как любили, там, сошел Зевс, там, Европу украл, там, еще что-то такое. Ну, вот есть еще интересное замечание отца Андрея Кураева на эту тему. Он говорит о том, что греческий мир, греческое язычество не знало возможности обращения именно к тому Богу, который является миродержителем. Потому что олимпийские боги – это боги низшего уровня. Ну, да, это не уран, да, они имели какое-то представление, конечно. А вот личностное обращение к Творцу, да, ну, как у апостола Павла, мы говорим, мы имеем теперь такое интересное, что мы можем, а в отче, да, папа, обращаться к Богу. Этого представить было несложно. Многие языческие религии, там, в том числе славян, у инков, да, и у греков, они имели понимание, что есть кто-то, кто создал и богов в языческом понимании, в смысле, в языческом понимании богов, конечно. И это было совершенно новым откровением и настолько непонятным. А с другой стороны, принесло такое громадное вдохновение в религиозную жизнь человека, что целые народы, да, можно даже говорить о континентах, да, если мы говорим про Европу и часть Азии, обращаясь ко Христу. Ну, вот, то есть, мы сказали о том, что апостолы вдруг пошли с благой вестью о Христе, но, понятное дело, что они в меньшей степени повествовали о некой даже личности его, сколько о тех словах. Вот какие слова еще? Понятно, вот первое мы услышали, что мы теперь можем обращаться к Богу именно как Отец Небесный, да, то есть, мы можем обращаться к Нему из уст в уста, нам не нужны какие-то, да, там, словари, еще прочее, какие-то сакральные языки знать, чтобы сметь к Нему обращаться. Он понимает, он близок невероятно, то есть, в этом смысле, конечно, мы можем даже сравнивать с Исламом, да, где Бог, Аллах может спускаться до седьмого неба в праздник Рамадан. Да, вот, здесь мы говорим, вдруг слышится вещь о том, что Бог не только там до седьмого, до третьего неба, а вообще, в принципе, и на землю спускается человеком. Вот первая благая весть. Благая весть того, что мы можем к Нему личностно обращаться. Еще, может быть, что-то... Ну, самое главное, естественно, то, что Церковь через тысячелетия уже проносит, это весть о воскресении Христом и о всеобщем воскресении нас, каждого живущего человека на земле. В этом смысле, что нового для греческой философии христиане говорили в отношении смерти? Ну, самое главное, то, что ада не существует, ад побежден. Пожар-то была смерть победою. Поэтому, если для древних греков и народов, которые лилистической культурой были под влиянием, находились, это было место, лишенное света, это ад, это место, где тени, да, в темноте бродят, и все было плохо, и никакого выхода оттуда не было, да, вот, то теперь... И, по-моему, один из первых образов на стенах катакомб, вот, аллегорический образ, это Орфей. Орфей, да. Вот я только сейчас про эпидавр, про медвежьи танцы пытался вспомнить, рассказать. Да, то есть у греков было ощущение, да, там Орфей, который спускался, но мы видели, как юный Орфей, это юный Христос, да, он вечно молодой, естественно, да, отрок Божий. Для греков было ужасно, да, единственный человек, который был в воду и вышел от Орфей, да, там в эпидавре как раз это произошло в Греции, как, ну, по мифам греческим. Для них это было, ну, как бы, понятным символом Христа, что это вечный Орфей в таком понимании, да, то есть это человек, который подземное царство превратил в царство света. Да, и вредикой, получается, в этой ситуации выступает человеческая душа. Человеческая душа, ради нее он сошел в ад. Вот, думаю, что вот это самая, наверное, благая весть, которая перевернула... Да, да нет больше, да, смерть побеждена. Вот интересно, мы с вами вспомнили об Орфее вредике, апостолы очень часто в своей проповеди употребляли образы, достаточно понятные для языческого мира, которым они проповедуют. Вот, можем ли мы еще какие-то привести интересные, привести интересные какие-то примеры гибкости апостольской проповеди? Мне кажется, этот вопрос тоже крайне важен, потому что мы с вами в том числе должны быть на своем месте миссионерами. Значит, вот где-то какие-то примеры учиться вот этой самой гибкости, непрямолинейности, в которой, кстати говоря, сейчас очень часто обвиняют церковь, вот, что официальное мнение церкви, которое иногда высказывается священниками, оно поражает несколько своей именно прямолинейностью, совершенно негибкостью. В Евангелии мы находим слова «будьте просты как голуби и мудры как змеи», вот эта мудрость змеи, которая избивается, которая гибкая, вот этой мудрости очень часто и нам в нашей жизни хватает. Поэтому вот какие, может быть, мы, ну, может быть, самый какой-то яркий пример на ваш... Ну, собственно говоря, да, я понял вопрос о тебе, Сергей. Тут, собственно говоря, сам Петр и Павел являются примерами этой гибкости. Вернее, один из них – это человек, который жестко стоял на позиции о том, что ветхозаветный закон мы должны выполнять. А в 51-м году юный апостол, ученик Гомолилов, фарисей, бывший Саввул говорит другим апостолам, которые вместе со Христом 3,5 года ходили, «Нет, подождите, какие юдейские законы мы должны выполнять?» Мы не должны выполнять юдейские законы. И был собран апостольский собор, на котором апостол Павел отстоял мнение о том, что юдейский закон теперь необязательен для христиан. Ну и Петру по этой же причине досталось. Да, Петру по этой причине, самый опытный и главный апостол, ну, старший апостол, не главный, конечно, он получил вразумление, мы в книге «День апостольких» найдем о том, что ему было видение, с платом «Нечистое животное» и голос «Небо вкушай» его заставлял. Он говорит, ну, я жадовин, и с самого начала не вкушаю ничего запретного в том, что в иудейском законе было. Все, что Бог сотворил, не почитая нечистым, был голос. И после этого он встал на сторону апостола Павла. Ну, вот это один из примеров и стойкости, и гибкости, на самом деле. И очень важный момент, вообще, жизнь апостола Петра, она, это образец человеческой жизни практически всем. И горячо любим Бога, и предаем Его, на самом деле, своими грехами, и раскаиваемся, и пытаемся за что-то цепляться, быть очень строгими. К сожалению, не всегда к себе самим, а к окружающим нас людям. Но, с другой стороны, многие крестьяне, имея достаточно подлечный опыт церковной жизни, смягчаются сердцами, душами своими, становятся ближе, гибче к другим людям. Вот апостол Петр, это прекрасный пример, как должен христианину смотреть на себя, на свои взгляды, и когда необходимо их менять, собственно говоря. Это вот, если мы говорим про Петра и Павла, самый обыкновенный такой пример. Ну, вот у Павла, батюшка, есть интересная, тоже в книге «Деяния» мы об этом находим, беседа о неведомом Боге. В Гориапаге, да. Ну, один из примеров, да, но она, кстати, неудачна была, проповедь. Ну, вот, да, собрался в Афинах, он в Гориапаге, место, которое до сих пор существует, он проповедовал о неведомом Боге, которому он памятник нашел, да. Вот, ну, один человек обратился, ну, еще какой, да, Деяниси Арипагит, священному ученику, один из 70 апостолов, обратился. Он проповедовал неведомом Боге, но его баснотворцем назвали, человеком, который никого практически не вдохновил. Ну, мне кажется, здесь, как сказать, здесь можно судить не о результате проповеди, а вообще, в принципе, о подходе. Потому что пришел, он баснотворцем стал не в тот момент, когда начал говорить о христианах, как только вошел, в принципе. Нет, ну, с другой стороны, да, высадившись на севере Греции, в Кавале, и пройдя порядка 100 километров, он перед тем, как попал в Алиапаг, он проповедовал в городе Вере, где он 6 тысяч человек обратил. А затем еще 13 тысяч человек. И за течение нескольких дней апостол Павел несколько тысяч человек привел ко Христу. И то, что его ждала какая-то, ну, в кавычках, можно говорить, неудача в Афинах, это ничего не значит, да. Это был центром эллистической мудрости и центром присыщенности материализма такого, да, когда уже всякий проповедник, он рассматривался просто как, ну, какой-то интересный собеседник, не более того, да. Люди уже там, как бы, не искали истины какой-то. Но зато приобретенный... Мне кажется, результатом было хотя бы то, что вот этого человека просто выслушали в этом собрании. Это тоже, да. Я напомню, что вот этот вот, да, знак риттерский, прошу слова, он мог остаться без внимания. Без внимания, да. Однако апостол Павлу и дали слово, и в некотором молчании сначала его слушали. И подход, вот я все-таки, да, о гибкости. Мне кажется, это очень гибкий подход, когда человек попадает на территорию, ну, если громко, то враждебную ему, враждебно к нему относящуюся. Вот, и вдруг он начинает на образах, на вот том, на той основе, которая здесь царит, и, да, и на которой строится вся доказательная система, он на этой основе начинает строить свои доказательства, да. То есть он говорит, вот, посмотрите, у вас есть памятник неведомого Бога. Да, и я, а я вам сообщаю, что вот этого Бога познал, вот, что этого, что вы молитесь тому, кого называете неведомым, а мы молимся тому же самому Богу, но мы его ведаем и знаем. Мне кажется, это гениальный подход. Подход? Безусловно, но на самом деле, как бы проповедь апостола Павла, она и вошла в классические примеры проповеди. На самом деле, то, что человек проповедовал и его не услышали, это не значит, что проповедь пропала даром, да, то есть есть некое время, которое необходимо, чтобы эта мысль дошла до человека. Есть обстоятельства, которые не позволяют слушателям услышать то, что он ему сказал. Тут много, да, вопросов у меня. А сам подход, конечно, который явил в беседе с Аябаком апостолом Павлом, он прекрасен и замечательен. Но по сравнению к филиппийцам он говорит о том, что меня Бог нашел. Я теперь стараюсь вам донести то, что я желаю, чтобы и вас Бог нашел через меня, Каянова, там, последнего апостола. Поэтому, конечно же, не всегда апостольская проповедь, как и любого человека, не только апостольская, она мгновенно какой-то эффект может принести. Иногда потихонечку, помаленечку, да, но Афины стали христианскими в конечном итоге. Спасибо, батюшка, вам за ваши ответы. А с вами, дорогие телезрители, мы прощаемся. Резюмируя все то, что было сегодня сказано, хочется сказать, что действительно подвиг апостольский, подвиг восхищающий и должен нас восхищать, и должен нас многому учить. Призывать прежде всего к тому, что мы с вами тоже миссионеры. Научимся же от мужей апостольских тому, как вести проповедь, какими словами, с каким сердцем и с какой горячностью. Напомню также вам, что свои вопросы вы можете присылать к нам по электронной почте, адрес которой вы видите сейчас на экране, или же оставлять в группе ВКонтакте, в группе, посвященной Храму Святых Жен Мироносец. До скорых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok